Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вновь у нас в программе в гостях Александр Михайлович Степанов, член Центрального комитета Российской Коммунистической Рабочей Партии, лидер Карельского отделения партийного, политический журналист. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Александр, мы уже обсуждали с вами после выборов, затрагивали тему, хотя вроде выбор обсуждали, но тем не менее затронули. Что у нас происходит, что называется, в левой блогерской среде? Вы, что называется, отслеживаете внимательно? Я не очень внимательно, честно скажу, но тем не менее, наши товарищи, которые следят за этим всем делом, сейчас бурно обсуждают некий ролик Рудова про Семина, да, то есть якобы выпустил аж там на несколько часов, я не знаю, хронологию, да, и, дескать, плевают, почем зря. Вы вот как человек, который отслеживает эту поляну, что можете сказать, видели, не видели, что там происходит? Ну, конечно, видел, я думаю, многие видели этот ролик. Конечно, он так себе, и у Рудова там много всяких таких пошлых ужимок и смешных обвинений Семина в том, что тот там где-то пьян ездил на мопеде и в деревне пугал деревенских козлов. Это анекдот, конечно, но суть в том, что часть претензий к Семину вполне обоснованно, да, несмотря на то, что сам Рудой, вот после этой эвакуации его с России и с помощью Меланшона с Макроном, он, конечно, фигура такая для нас комичная, я не думаю, что вообще после всего этого можно серьезно воспринимать, как политического лидера. Кто-то ведь воспринимает, Александр, кто-то ведь смотрит, ссылается на него, цитирует и даже разносит его идеи дальше. Хотя, в принципе, да, после такой эвакуации выглядит все это забавно. Да, это анекдоты. У этого человека нет просто данных для того, чтобы быть каким-то политическим лидером. Но, тем не менее, его ролик частично-частично, там вполне обоснованные претензии есть по отношению к Константину Семину, потому что, действительно, Константин, есть такое хорошее выражение, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте. А когда Семин, с одной стороны, представляется таким исключительно чистым белым марксистом, а с другой стороны, входит в изборский клуб или награжден медалью от российских империалистов, этой медали государственной, он не отказался. Ну, как-то это не производит впечатление, не вызывает доверия. Есть в этом какое-то лицемерие. Но все-таки не в этом дело, понимаешь. Дело, наверное, в том, что вот я видел немало комментариев в интернете по поводу того, что вот, ребят, зачем вы опять ругаетесь, все вроде одно дело делают. Ну, вот поймите, как раз вот эта вся история в очередной раз, не в первый раз уже, не в первый раз они так ругаются в среде нетвойнистов. Она показывает, что вот само это движение так называемых нетвойнистов, оно зашло в тупик. И единственное, что оно может сейчас делать, его способ существования в информационной сфере, это устраивать вот такие скандалы, да, потому что больше все, они зашли в тупик. Александр, а как так, на ваш взгляд, получилось? Они же вроде на одной позиции стоят, да, выступают против, категорически против СВО, не видят там никакой положительной составляющей, да. Поэтому и попали в одну категорию нетвойнисты, и вдруг они между собой собачатся. Вот в чем причина, как, на ваш взгляд? Так, к СВО можно относиться по-разному, но при этом нужно просто не терять голову и не обвинять всех остальных, кто с тобой не согласен, да, вот сразу в чем угодно. Вот так истерично, бездоказательно, главное, что вот доказать, что я тут самый главный, самый умный. А вот когда-то это показывает, что идеи, объединяющие вот в этом течении-то и нету. То есть, когда идея есть, и люди хотят работать вместе, ну, в любой партии, в том числе нашей, да, кто-то кому-то может чем-то не нравиться. Но есть цель, есть желание что-то делать, и поэтому люди работают вместе. А тут цели-то нет. И я особо подчеркну, что она, вот эта позиция, она с самого начала была ложной. Можно прикрываться правильными цитатами, да, там, наигранным негодованием, каким-то громкие фразы по отношению к своим оппонентам употреблять. Но если вот за этим нет серьезного анализа, желания что-то делать, ну, вот все это кончается пшиком, потому что нет ничего практичнее и хорошей теории, а там теории нет, еще раз. Мы об этом говорили, еще раз, наверное, повторим, да. Это просто эмоциональный всплеск, который случился два года назад. Желание, да, себя показать, вот такое позерство, ну, вот не более того. Потому что, ну, сколько раз нужно объяснять марксизм, это не точная инструкция, написанная один раз на все времена. Да, да, да. Да, так инструкция по пользованию пылесосом. Прочитал, включил и все заработало. Вот так не бывает. То есть, если мерить все 14-м годом, у нас сейчас уже конец 16-го года, да, вот вот что-то произойдет. А если ничего не происходит, может быть ситуация иная, но люди об этом как-то задумываться не хотят. Мне кажется. Ведь если проанализировать суть нынешнего конфликта, нужно понять, что там осталось от старого, какие новые моменты привнесены. Они, безусловно, есть. Сто лет прошло. А вот когда люди сразу начинают кидаться какашками, ну, извините, ребята, вы тогда можете обвинить Энгельса в том, что он поддерживал, ну, по крайней мере, на первом этапе Бисмарка, да, и войну одного буржуазного государства против другого. Можно обвинить Фиделя Кастро, который в фалклендской войне поддержал хотя бы морально Аргентину, а там режим был еще тот. Ну, то есть понятно, да, что эта позиция не имеет под собой серьезной теоретической основы. Это эмоции. Ну да, Александр, мы в прошлый раз и затронули там, если ничего не путаю, ролик Бата с Семеном, где они сами себе противоречили там на протяжении, ну, через какие-то отрезки времени, то есть высказывали один тезис, а потом выдавали другой, который отменял предыдущий. Да, давай напомним, Это повсеместно происходит. Да, напомним, они рассуждали о том, сначала о российском империализме, таком настоящем, а потом заявляли, что Россия поменяла хозяина, раньше ее грабил Запад, теперь Восток, то есть вот несуразность такая, а как же империализм? Вы сами понимаете, что говорите? Кстати, вот то же самое, у нас есть канал Красный Поворот, где товарищ Крупенько нас регулярно ругает. Александр, он уже не товарищ. Ну, хорошо, гражданин Крупенько, который нас обвзывает. Но пока еще гражданин. Пока еще как рудой не сдернул. Ну, вдруг они изменятся, да. А когда вернемся к нормальному партийному отношению, конечно. Ну, суть-то в чем, то есть, опять же, нас обвиняют в социал-шовинизме, в помощи империализма, и тут же одновременно Крупенько, говорит, что вот страна в России, страна-то, в которой все развалено. Вот буквальная цитата, одна из его прошлых передач, буквальная цитата, Путин оставил после себя выжженную землю. Промышленности нет, экономики нет, уничтожены целые отрасли экономики, уничтожен экономический суверенитет. Хорошо, а где тогда российский империализм, если это все? Как российский империализм может существовать без экономики? Вот это пустые фразы. Где-то прячется. Да, гражданин Крупенько, вы советское образование получали, ну, нельзя же так вот нести какую-то абсолютную чушь без серьезного анализа, которая, опять же, она противоречит сама себе. Нам нужно ее опровергать, вы сами себя опровергаете, высказывая подобные мысли. Это не, ведь это не анализ научный, это именно поток сознания какого-то, лишь бы вот покрасоваться на экране. Александр, ну, раз уже заговорили об анализе, на ваш взгляд, с чего надо начинать такой анализ? Я думаю, надо начинать с анализа, понимания того простого факта, что в одну реку дважды войти нельзя. Ну, естественно. У нас прошел целый 20-й век, причем век революционный, когда существовал Советский Союз, целая система раннего социализма страна. Причем некоторые эти страны до сих пор существуют. Куба, КНДР, я так понимаю, их сейчас же наши оппоненты хотят зачислить в лагерь империалистов, ведь так получается. Их нужно зачислить, если вы правы. Пособники российского, китайского империализма, ну, то есть вообще там ничего не остается, да. Но вот главное, что все-таки за 100 лет у нас развились производительные силы, автоматизированное производство появилось, появились транснациональные корпорации, ничего не было. Капитал настолько укропнился, что у нас превосходит бюджеты многих государств. С другой стороны, например, рухнула колониальная система. Вот один из пунктов, о котором Ленин писал, его уже на данный момент формально нет. То есть империализм в чем-то остался тот же, это безусловно, но в чем-то приобрел новое качество. Но тем не менее, Александр, тот же Семин, которого мы тут уже вспоминали, пусть ему немножко поикается, он же, в принципе, ничего кроме слепой кальки с 1914 года не предлагает. То есть вот просто слепая калька, как будто ситуация один в один. Ну вот тут как раз получается забавно, потому что с одной стороны он видит, что это калька, а с другой стороны Семины, вот те, кто разделяют эти взгляды, они фактически занимаются ревизией наследия Ленина. Потому что, опять же, для Ленина это империализм, это, цитата опять, эксплуатация все большего числа маленьких и слабых наций, небольшой горской, богатейших наций. Все это породило отличительные черты империализма. То есть империализм не может существовать без массы такой периферии, которую он эксплуатирует. А по Семину выходит, что империалисты сейчас все, ну почти все, да, потому что там империализм есть не только там российский, китайский, индийский, но еще и, естественно, вьетнамский, турецкий, саудовский, южноафриканский, аргентинский, бразильский. Мексиканский. Мексиканский надо не забыть. Мексиканский обязательно, да. Ну если мексиканская фирма открывает филиал в США, тем самым она начинает грабить, эксплуатировать США, получается так, да, то есть вот это все обессмысливает тезис Ленина как раз о том, что империализм делит мир на горстку богатейших стран и большинство угнетенных. То есть, да, и самое интересное, что при этом такая трактовка выгодна вообще западному империализму американскому, да, ну, теперь не они грабят, теперь все грабят. Да. Получается именно так. Абсолютно. Получается, что, в принципе, разницы-то никакой нет. Ну да, и вот более того, у нас некоторые из нетвойнистов, они доходят до маразма, опять же, на этой неделе. Есть такой канал Политчурм, я вот смотрю, все отслеживаю, пытаюсь понять логику. На прошлой неделе, да. Да, ну, угу. Да. И канал Политчурм. Я думаю, ты помнишь недавнюю акцию греческих коммунистов, например? Ну, где они не пустили вооружение НАТО, остановили эшелон, да? Да, да, да. И вот... Да, конечно, конечно. Мы про нее писали на нашем сайте РКРП. Да. И как прокомментировал этот канал вот эту акцию? Настораживает вот этот акционизм проведения подобных акций. Так же то, что они проводятся исключительно в таком вот антиамериканском и антинаторском формате. Что вызывает вопросы с учетом действий российского и китайского империализма. И здесь важно отметить, что вот буржуазная пропаганда России и Китая с огромным удовольствием освещает такие акции. То есть... Ну, получается, что же, вот продолжаем логику. Греческая Кумпартия пособник какого? Китайского империализма или какого? Да, и российского. Они об этом не знают? И, в принципе, против НАТО все, кто выступают, они все пособники российского империализма. Получается так. Получается эту логику, понимаешь? То есть, а уже против НАТО им выступать нельзя. Нельзя. Потому что, как только ты выступаешь против НАТО, ты тут же становишься пособником. Вообще, это... Ну, это маразм. Ребят, это псевдолевая шиза какая-то. Ну, я, извините, но я по-другому это назвать не могу. То есть, тут марксизмом, научным подходом вообще не пахнет. Поток сознания безумного какого-то идет. Я не говорю, что нужно уходить вот в другую сторону. Да, можно и в другую сторону опасно уходить, дойти до ситуации, как Зюганова или там Проханова. Да, в этом тоже ничего хорошего нет. У нас некоторые левые блогеры, весьма уважаемые, например, Олег Ясинский, иногда уходят тоже в другую сторону. Мы их там не будем от них, так сказать, открещиваться. Но вот когда, скажем так, осуждая НАТО, не надо забывать, что российская власть тоже, она не в белых одеждах. И, естественно, коммунисты должны об этом не молчать и это называть своими вещами. Но, в принципе, у нас на сайте РКРП, можете заходить, мы как раз об этом не забываем. Критика и многих вещей в современной России там присутствует. То есть, нужно выдержать какой-то баланс. Да, да, да. И сразу оговорюсь, для наших зрителей ссылка на сайт есть внизу в описании под роликом. Так что можно убедиться воочию, что это так на самом деле. Да, пожалуйста, Александр, прошу прощения, перебил. Да, и там, в том числе, на нашем сайте была же и моя статья, ну, достаточно давно опубликована. Я просто напомню, какие вот вопросы для осмысления ситуации в ней ставились. Ну, один из вопросов, вот, империалисты и Китай. Ну, понятно, что там социализма там на данный момент нет, но, на мой взгляд, это общество переходного периода с массой противоречий, потому что, с одной стороны, да, экономика у них смешана и достаточно уже много капиталистических элементов, да. А, с другой стороны, официальная идеология УКНДР, Китайской Народной Республики, извиняюсь, это марксизм-ленинизм, это записано в Конституции, это изучают в школах, это в СМИ присутствует. То есть, понимаете, если называть Китай чисто империалистом, тогда непонятно, что делать с марксистским постулатом о базисе и настройке. Потому что, если, получается, в Китае надстройка политическая, она как-то не соответствует абсолютно империалистическому базису. Вот как так получается? Непонятно. На мой взгляд, вот это как раз общество переходного периода, еще непонятно, кстати, куда оно переходит, скорее всего, да. То есть, возможно, как? Все движется в сторону нормального капитализма, но это до него еще далеко. И более того, мне кажется, что если Россия в СВО проиграет, у нас тут утвердятся какие-нибудь прозападные либералы, то Китай, оставшись один, там тоже победит, окончательно победит вот эта правая капиталистическая тенденция. Но пока, на мой взгляд, там идет борьба внутренняя, которую, наверное, сложно нам анализировать. Это все-таки общество несколько отличается от нас. То же самое, о чем я еще говорил. Вот наши нетвойнисты любят рассуждать о пролетариате. Но в отличие от 2014 года, как раз пролетарии, в том числе вот в глубинке, они ведь против СВО не протестуют. А кто протестует против СВО? Либеральная интеллигенция, часть капитала. Вот почему так? В 2014 году уже так не было, там было все наоборот. Вот у нас Милюков, у нас был дарданельским, то есть либералы уступали всецело за империалистическую войну. Кстати, западные державы признавали право России тогдашнее, действительно империалистическое, на дарданеллы какие-нибудь. Сейчас они вообще ничего не признают. То есть даже место России в этом раскладе какое-то другое. Но суть в том, что почему, вот объясните с классовых позиций, почему вот наша либеральная антикоммунистическая интеллигенция и часть капитала ведет себя так. Так как они себя вести не должны ведь, правильно? Они не должны так себя вести. Они должны все быть за СВО. Я очень говорю, что вот эту кальку 2014 года, такое явление как фашизм, оно абсолютно не вписывается. Да, безусловно. Его тогда не было. Это, наверное, такое самое серьезное отличие, то есть максимальное отличие. Не было тогда никакого фашизма, и о нем разговора не шло. Да, то есть это все как-то должно же заставить нас проанализировать и откорректировать нашу позицию, а не так, как вот, если говорить о этих наших оппонентах, мне вспоминается анекдот про Леонида Ильича Брежнева. Мы его, конечно, все любимы, хотя в конце его правления кризисные явления уже нарастали, и я помню такой анекдот с детства, когда Брежнев встречает иностранную делегацию и начинает читать по бумажке. Типа, уважаемая Индира Ганди, его толкают, говорит, Леонид Ильич, это же Тэтчер. Что, Леонид Ильич отвечает, да я сам вижу, что Тэтчер, но написано-то Ганди. Вот отношение к текстам классиков марксизма у них такое. Я думаю, что люди-то не совсем же они глупые. То есть они отличие. Они должны видеть, что это Тэтчер, да? Да, они видят отличие, но поскольку на бумажке написано так, они так и читают. Ну, что сказать, анекдотично. Ну да, да. Хотя, на мой взгляд, вот эти нынешние противоречия не носят такого межимпериалистического характера, как в 2014 году, потому что даже те же страны БРИКС по отношению к мощи финансовой, экономической, военной, они не дотягивают до вот этого объединенного Запада и дотянуть не могут. Ну, максимум это субимпериалистические страны, да, максимум. И вот эти группировки мировой буржуазии, они все-таки разные, у них разные интересы, потому что одни представляют транснациональный капитал, мощный, другие более связаны с государством, да? Это не говорит, что кто-то из них наш, да? Ни в коем случае. Но это говорит, что они разные, и последствия от победы той или иной стороны будут разные, и поэтому вот нам, наверное, не все равно, кто даже, чем закончится СВО. То есть, с одной стороны, да, мы же понимаем, что, опять же, наш нетвойнист, а может, все равно, если победит Украина. Но для трудящихся, в том числе и России, да и Украины, будет, явно будет ухудшение, ухудшение во многих вещах, да? Потому что, ну, начнем с того, что Украина – это официально, чуть ли не самое антикоммунистическое государство сейчас. У них официальная идеология уничтожения всего советского, уничтожения всего коммунистического, да? Я думаю, что будет очень плохо, если они победят. Поэтому отношения... Александр, а как вы думаете, вот нетвойнистые, они это понимают или прикидываются? Знаешь, я вот даже не знаю. Кто-то, может, понимает, но уже играют свою роль. Кто-то пока еще задумался, может, запутался. Мы же обращаемся, в том числе, к их аудитории. Я не хочу никого обвинять, да? Ну, пусть пока у людей такие взгляды. Но вы просто задумайтесь над всеми этими фактами, которые мы привели. Задумайтесь над тем, что не все так просто вот сейчас, и никуи кальки нет. Ну и, наконец, возвращаясь к ролику Рудова-Парасемина. Момент психологический, да? Вот люди уже третий год, наши, так сказать, нетвойнисты, которые себя зачем-то объявили и интернационалистами. О, мы сейчас тут все сделаем, да? Они третий год уже занимаются тем, что поливают друг друга. А когда вот входишь в эту, да, как Рудова и как многие другие, очень сложно остановиться в этом процессе, да? И вот кроме дешевых эмоций, каких-то вот конфликтов на пустом месте, и не на пустом даже, но вот таких хайповых тем, да, они не находят. Дальше-то что? Дальше ничего. Ну, Рудой там веселый такой хайпожор, который, ему просто нужно, чтобы его не забывали. Костя Семин, он такой грустный, пьеро унылый, да, все плохо, дальше будет еще хуже, мы все умрем. И вы это будете еще год, два, три, десять лет смотреть, а ничего происходить-то не будет. Вот в чем дело. Я говорю о том, что это не значит, что мы во всем правы, да? Может быть, мы в чем-то и не правы. Я не призываю сразу верить, вот мне на слово, да? Я призываю самостоятельно думать над ситуацией, чтобы вот, ну, действительно, вот эти, как бы культурные называть, вот вся эта ругань, которая сейчас идет в левом сегменте интернета, чтобы коммунистическое движение в России не ограничивалось вот Семиным трудом, которые, опять же, свою аудиторию, ребята, они свою аудиторию загнали в тупик. И больше ничего ей, на самом деле, предложить-то не могут. Ну да. Это вкусно, но мы должны выходить из этой ситуации. Будут еще десятки лет водить по пустыне. Да, да, да. Нет, это весело, смотреть вот эти все ролики, да, это шоу такое, но это не политика, и это не... Не знаю, Александр, насколько весело, у меня на это просто нет времени, вот честно скажу. Я отслеживаю серьезную политику, а не серьезная, ну, может быть, кому-то и нечем заняться, сидя у монитора, то есть, мне как-то просто, просто на это не остается времени. Ну что ж, я думаю, на сегодня достаточно, да, разобрали мы, побеседовали, напомнили, призвали наших зрителей в очередной раз не верить на слово, да, а сверяться с теорией и подходить к анализу. Правильно я, то есть, резюмирую? Да, именно так, потому что, когда мы поймем реальную ситуацию, мы сможем выстроить, ну, как сейчас модно говорить, дорожную карту, а что все-таки делать? В реальности делать, потому что политика – это не YouTube, политика – это реальное действие в реальном физическом мире. Безусловно, безусловно. Ну что ж, спасибо, Александр, надеюсь, ненадолго прощаемся с вами, до новых встреч на канале РКРП Лайф. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова